текстекстексты значит у нас возвращаемся мы в наше старое доброе время и смотрим что у нас есть есть у нас скажем так много чего интересного кстати вот если мы сейчас то говорим о венеции то мы касаемся времени как раз того когда венеция уже подошла к порогу туда ближе к завершению 14 века и там произошло тоже много интересных вещей про петрарку я забыл прошлый раз про петрарку начал говорить петрарка одно время жил венеции на самом он был послом послом по моему со стороны падуи и весьма но так можно сказать неудачно его закончилось жительство в венеции вроде бы там есть так был такой слух что его побили за то что обозвали вы не ученым но как минимум это безусловно неправда но тем не менее такой конфликт вроде бы возникал и там еще искали его книги некоторые считали что он оставил и в венеции другие считали что забрал с собой ну фактом что часть жизни этого человека была связана с венеции очень тесно и поэтому вам стоит об этом знать все что я хотел сказать тем временем у нас свой ход смотрим что тут делают киевляне а киевляне киевляне купят силы они понимают что я все-таки нацелен хотя может быть с польшей там терки из-за этого они а может быть уже даже со священной римской империи проблемы не берусь точно утверждать что и как именно могло произойти но вопрос такой знаете ли интересный безусловно получается ведь территория вот если сейчас посмотреть на карту да это киевская они ну потенциал имеет большой хотя не знаю может быть уже какую-то часть отобрали монголы но тем не менее она рассечена на двое киев находится как бы вот туда в немного в моей власти если так сказать можно хотя опять же я пока что не могу идти в ту сторону не могу его завоевать нет возможности ой-ёй-ёй-ёй харизм-шах-а-юб ой какая же ты сволочь харизм-шах-а-юб ну давайте сопротивляться я не могу отдавать город так просто безусловно души императоров и сапожников плавятся в едином тигле те же причины что побуждают нас рождувать соседом вызывают войны между князьями мишель эйкем де мантэн такие вещи ну да если наблюдать какую-то вражду за огород то становится понятным часто иногда даже в криминальных сводках попадаются такие вещи что там сосед зарубал соседа из-за огорода но бывают такие случаи может быть часто это преувеличение безусловно но бывает однако вот бывает такое и в столкновениях между государствами ох кавалерии то у них дофигища тут копейщики копейщики опять же у них эти самопалы блин и лестница эх хочу делать так значит значит что я хочу сказать наверное мне кажется я переведу войска туда на второй этап часть оставлю там часть там не знаю да наверное сюда я переведу их копейщиков круг сюда кавалерию дабана чаджила в ворота там не не получится там чаджить возле ворот вообще нет расстояние времени ага вот у меня кстати они могут ставить колья блин а почему здесь не могут ставить колья я не понял а почему так несправедливо не могут здесь ставить колья я бы мог перед воротами поставить колья и все я обезопасен 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 интересно комбинация но ё-моё что же делать чё такая несправедливость как так получается я читал про эту фишку ставишь возле ворот коли и все нормально неужели в этой игре специально здесь но в этом моде специально забрали эту штуку дабы не пользоваться ей таким читерским образом ну блин ну коли а ну что такое друзья а вот могут коли оставить вот так да супер замечательно они поставили коли отлично пускай стоят я думаю кавалерии они смогут перемолоть много поставим здесь лучников наверх никаких убеганий так чё там еще сюда этих дротиком метателей так этих сюда этих сюда вот тогда даже лучше так лучников туда эти дротиком метателей навстречу они могут и как пехота служить но тем более отступят и там залучена мораль будет когда они будут посередине уже до смерти обороняться что еще этих сюда так ну и пожалуй 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 вот так мне кажется да так пока я расставляю безусловно исторические факты венеции и они касаются ее вражды вражды с падуей вражды с австрийцами и вражды с венграми да вот три основных таких силы в этом конфликте участвовали до конца семидесятых годов четырнадцатого столетия то есть до 1377 года вроде бы и вот как раз эти силы они очень сильно повлияли на дальнейшую историю венеции сказать хорошую сторону я не могу потому что на самом деле не в хорошую сторону это были плохие времена для венеции то есть время мира время затишья время спокойствия процветания завершилось для венеции и увы после таких серьезных потрясений после фактически эпидемии после войны ожесточенной с генуей можно сказать что эти два две силы важные они почти самоуничтожились самообнулились ну в какой-то мере безусловно так а ну давайте-ка активненько может быть зажгете еще и таранчик так хорошо хорошо молодцы молодцы работаем красавцы просто ну давайте же нанесите какой-то ущерб серьезно этому тарану хотя бы один разбейте так наши лучники может быть тоже подмогут всему этому делу хорошо молодчаги так ай нет к сожалению вы видите что и они такие умные четыре процента ну да не было шансов у нас сразу же поразить таран никаких хотя честно говоря это несправедливо ну честно ну не второе есть в принципе это ничего бы не решило просто задержало время ну а как а так как у нас лимита на время нет то вот в этот раз оно действует не в мою пользу не ну вообще какая-то ерунда блин ущерб тарану наносится вообще никакой кучи ну вы че издеваетесь а смысл тогда в этих башнях я не могу понять да печально это все ну да ладно таран подошел к стенам у меня есть надежда на колья почему она у меня есть я надеюсь что конница первой прорвется и мы сможем сможем ей нанести колоссальнейший ущерб о красавцы еще и сливают эу так ну я колья вернее чуваков убираю правильно колья ведь все равно действует то есть разницы нет абсолютно ну ну судя по тому что мы играли тогда вернее и встречалась на поле боя вы помните что я отошел от кольев ну и фактически и мои полегли ребята на них все равно поэтому колья в любом случае будут действовать даже без лучников ну как бы по крайней мере на меня они действовали тогда я надеюсь никаких читерства никакого не будет искренне на это надеюсь так ну 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 сматываемся сматываемся я уже не вижу смысла давайте 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 сюда на вторую на вторую цель прорывается враг не понял ребята ребята давайте расчехлятесь вас сейчас догонят блин чё же они так плохо действуют о есть пошло хорошо давайте-ка направим их побыстрее порезвее убегают я думаю успеют да должны пойти кавалерия не должна через колья прорваться ну а мы должны вот по крайней мере защитить наших ребят ну пошло дело я увеличиваю скорость смысла нет ждать раз-два-трихе-четыре-пять-6 так есть готово ну что давайте давайте кавалерию сюда пехоте оно никаких проблем не создает ооо а красавца их ещё и пожгли существенно замечательно но 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 Увы, сейчас охрану снимут с ворот И сжечь никто никого не будет Зашевелились там враги Зашевелились, да Афганцы метатели дротиков Еще работают, блин, но наши сразу же начали ретироваться Ничего страшного Коля нам помогут, я знаю Они мне помогли как-то проиграть битву Хотя там никто вообще не стоял И в этот раз должны помочь Стопудово Так, 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 так Так, этих надо порасставлять везде На удобно занимаемая позиция Жаль, что здесь много таких платформ На которых было бы выгодно поставить Но я не могу на них разместить никого Бывает, бывает, однако Быстрее, быстрее, быстрее двигаемся Перестраиваемся Сейчас они обратно притянут свои тараны Вот, приближается враг Ну, 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 давайте быстрее Надо, наверное, ускорить Время Так Ну, пока я их жду, там, про Людвиг Людвиг, венгерский король Собственно говоря, очень сильно начал давить Венецию Вы помните, в Далмации у Венеции находились Леса Леса, на которых они полагались Когда строили свои корабли Хорошая древесина, подходящая как раз Ну, и в той местности Жили-были ребята Которые вполне себе хорошо нанимались Как моряки на судно То есть, капитанами Были венецианцы Там все основные офицерские чины Венецианские Ну, а остальные ребята были Наемниками из вот этих вот Областей влияния Венеции А король Венгери с этим не согласился И решил забрать все себе И вот так и получилось Собственно говоря Ну что, у меня на вас большая надежда на Коля Если они не исправят ситуацию То уже никто не исправит Давайте, давайте, ребята Ну, давайте, давайте Вон, я уже вижу эту кавалерию Она приближается Ну, давай, 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 дружище Это будет интересно посмотреть Блин, ну, давай быстрее Не понял Офигеть Значит, на меня они действуют А на врага они действуют Ну, супер, я понял, короче Ясно все Да, справедливая игра Ничего так Ничего На меня, даже на моих Просто Коли От которых отошли мои желучники Тогда, вы помните Я их отвел довольно-таки далеко В той битве Они истребили мою кавалерию Ну, а на врага они Ни при каких условиях не действуют Ну, а бывает, что там Подумаешь Бывает, да? Офигеть справедливость, конечно Ну, я понял, что У мода могут быть Какие-то проблемы с глюками Но все же, мне кажется Это немного несправедливо Согласитесь, когда рассчитываешь на одно А происходит другое Когда к тебе одни правила Применяются А к врагу совсем другие Туповато это выглядит Ну, что ж поделаешь Я понял В общем, крепость потеряна Надежда была Именно на муртатов Но она не оправдалась И вышла так, как вышла А вышла, прямо скажем, не очень Но зато Сейчас постараемся Нанести максимальный Еще ущерб Врагу Если это получится Это будет хорошо Ну, что Они тянут там Что там Они тянут К ртам Ага Подходят уже Твари Знаете Еще меня возмущает Что когда они на стенах Торгаются Они всегда побеждают То есть Фактически Мои солдаты Мгновенно бегут Тоже как бы Не сильно справедливо Очевидно Что тем, кто обороняет Стены Легче Ну, а что поделать Не понял А почему вы не стреляли Вот это глюк Смотрите Вообще не стреляют Мои солдаты Да Офигенная, конечно, игра Да, подумаешь Зачем дротиками нам палить Они выстрелились перед ними А они себе не стреляют Ну, опять же Мне очевидны Корни этого Вот они не вышли Из башни И все такое Да В Медеволе, конечно, осады Вещь такая Весьма глючнутая Я не раз за этим наблюдал Вот поэтому Я, по сути, их и избегаю Ну, реально Бред Смотрите Прощание Вернее Сейчас они стреляют Раньше они не стреляли Короче, ладно Тут уже это все Не имело значения Тут и так было ясно Что мы проиграем Чтоб он спас нас От поражения Я, честно говоря Ой, часть побежала Блин Вот это я зря Полководца, конечно, убил У нас даже шанс появился Я просто час Ну, честно Просто я не люблю Когда Получается Против меня Одна луика Используется А За меня другая Это как-то Несправедливо выглядит Я просто сам пытаюсь Быть справедливым Даже с искусственным интеллектом Я понимаю, что война Это несправедливость Но, блин Друзья Ну, это офигеть как Нехорошо Как минимум Так Да выстрелите в эту погонь Ну, понятно Если так Кавалерия тяжелая Прорвалась А у меня здесь Одни прачники Да мечники Да разная Другая шваль То шансов у меня Никаких не было изначально Понятно Ну, ладно Понаблюдаем За тем, как город Окончательно захватят И будем дальше Продолжать Беседы о Венеции То есть Людвиг очень сильно Людовик Очень сильно Надавил По-моему Людовик V Или какой он там Венгерский король Вообще Ну, то есть Это не путайте Ни с какими французами Так вот Очень сильно Надавил на Венецию Фактически захватил Всю континентальную часть Венеция даже начала Готовиться к обороне И по сути Ей пришлось Заключать Мир Даже Папа Римский Не помог Он объявил перемирие По-моему Там на пару лет Но после происшествия Этого перемирия Продолжились военные действия И Венеция осталась Фактически Стала перед вопросом Выживания Да, представляете Метрополия стала Перед вопросом Выживания В результате Что произошло В результате Произошло Оболванивание Самое натуральное Безусловно Пришлось Пойти На Нехороший мир Отдать Далмацию Полностью Там договор Был довольно-таки Позорный Но вы помните Что в Венеции Не впервой В последнее время Было терпеть позор Это надо было Как-то интердикт Папский Снять Целовать ему Ноги Это опять же Надо было Вот тут Пойти на уступки Очень существенные Но этими уступками Не применули Воспользоваться Австрийское Княжество И И И И Кто еще И Подуя И начали Бунтовать Безусловно Возникать Против этого Всего Действа Не понял Это что за глупость Зачем мы Перешли Назад А пытаются Разгромить Наши рати На стенах Хм Да У меня Сильно Деморализовали Эти Коли Честно Мне Просто Даже Не Возникло Желания Перевести Свои войска К воротам Там Как-то Сопротивляться Я даже Ничего не хотел Менять Особенно Когда я увидел Когда мои Дротикометатели Просто стоят И смотрят На тот Отряд Копейщиков Который Перед ними За 2 метра Выстроился Не знаю Но по-моему На расстоянии Они должны Реагировать Еще на стенах Должны были Их обстреливать Не всякое Вообще Здесь сопротивляться Хотя Может быть Зря Но Зная Вот эту Подлую Кавалерию Вражескую И Учитывая Недостаток Пехоты У меня Скорее Всего Мне кажется Все же Чанцев Было Мало Да Хотя бы Убейте Кого-то Ну Что вы Ну Ё-моё Ну Я не знаю Это бесконечно Будет длиться Или что Смотрите Ну Смотрите Что-то Бьются Бесконечно Да И все Ну Убейте Командиры Ну Пожалуйста Да Ну Без вариантов Понятное Дело Такие Вот Кренделя С Венецией Случились Вообще Война Плохой Штукой Была В то Время Для Венеции Дожи Были Такие Себе Старые Ну Снова Опять Старые Дожи Такие Они Даже И не Хотели Быть Дожами Им Как Бо Спокойствие Сами Понимаете В эти Проблемы Никто Не Хотел Лезть Когда Есть Прибыль Есть Нормальные Дела И все Нормально Вроде Бо Получается А тут Вас на Такую Должность Пихают Было Даже Так Что Словили Одного Из Этих Кого Метили В Доже Сказали Ты Будешь Дожим Он Отказался Ему Сказали Что Мы Тебя Изгоним Лишимся Его Иму Пришлось Согласиться Ну И В результате Ничего Хорошего Из Ее Позитивные Моменты В частности И то Как Она Сопротивлялась Заговорам То есть Тот Заговор Который Сразу Разоблачили То есть Фактически Обезглавили Этого Дожа Уже Через Три Дня Был Избран Новый Все И Система Вошла В свое Русло Снова То есть Очень Быстро Все Произошло И Эффективно Опять же Да Жалко Видеть Своих Ребят Которые Погибают Здесь Ни за Что Ни Про Что Просто Потому Что Коля Решили Что Не надо Никого Из Кавалерии Убивать Ладно Мы Придем Сюда Еще Раз Не Сомневаюсь Я В этом Деле Не Забывайте Пожалуйста Про Нас Мы Обязательно Вернемся И Вам Не Будет Так Легко В Следующий Раз Уж Поверьте Потому Что Мы Ведем Совсем Другие Войска Которые Уже Будут Способны Противостоять Заколебали Вы Твари Блин Ну Вы Видите Еще Тоже Парадокс Такой Ну Не Парадокс А Особенность Войск То Что В основном Лучники Нанимаются В основном Какие-то Стреляющие Юниты Довольно Таки Слабые Ну Проблема В том Что Копейщиков Не так Уж Хотя бы Половину Его Перекосили Так Однако Это Все Конечно Хорошо Но Перед Нами Лежит Багдад Который Также Надо Защитить А С Падением С Падением Масула Этот Риск Становится Еще Больше Так Как Цепочка Размыкается Посмотрите Наша Цепочка Просто Напросто Размыкается И Тут Появляется Государство Которое Ага Интересно Так Вышло Вернее Плохо Вышло По-моему У меня Там Лучники Сидят Ой Еще На Тартозу Наперли Ребятки Да Вы Не Обнаглели Походу Дело И тут С этой Стороны Хорезм Переходит В Нападение Ну Ладно Ребята Блин Еще И догнал Сволочь Выжил 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 По-моему В лагере Он должен Запрятаться Да Хорошо 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 Да Ничего Хорошего Время Для всех Новая Гильдия Убийц Время Для всех Граждане Города Милана Теперь Могут И ждать Что Стали Самыми Пунктуальными Во всем Мире По крайней Мере Их Работодатели Бригадиры Теперь Знают Когда Работники Опаздывают Дорогие Механические Часы Были Установлены На башне Так Чтобы Все От Чтобы Создать Действительно Великие Механические Часы Более Требовательные Члены Благородного Класса Начали Призывать К созданию Портативной Версии Устройства Да Представьте Себе Часы Университеты Все Это Вот То О чем Я вам Говорю В Италии И в областях Окружающих Ее Да И во многих Частях Мира Который Принадлежал К древней Западной Цивилизации Все Эти вещи Они были В порядке Вещей Снова же Ну Правда Не только И Китай Тоже Вы знаете В свое время Отличался Очень таким Серьезным И сильным Развитием Ну что ж Опять же Наследие Античности Наследие Античного Мира Давало О себе Знать Ну Китай Правда Отдельная Снова же Цивилизация О которой Мы Наверное Конечно же Очень Очень Серьезно Поговорим Когда перейдем Китайскому Какому-то Моду Союзник Вступил в войну Папа Священная Римская Империя Я за Папу Вообще Только я Опять Не помню Кто до А кто К сроку Блин Какой-то Дебильный Этот перевод Ну ладно Я соглашусь Отношения Худшились Королевство Португалия Польская И Норвегия Это у этих Ребят Получается Хорошее Отношение Священной Римской Империи Да Ну бывает Ничего страшного Смерть Кардиналов Я надеюсь Какие-то Нормальные кардиналы Займут их Место Так Ну воюйте Я вообще согласен Я только на это И рассчитывал Только папа Должен теперь От Сицилии Отлечься И повезти Все свои войска На Священную Римскую Империю Было бы неплохо Чтобы он захватил Хотя бы Несколько городков Ну хотя бы тот Который там Расположен Возле Всех этих мест Да Это было бы Очень важно Сейчас разберемся Со всеми ребятами Поставим их На нужные места И будем планировать дальше Что касается Войны с Людовиком То есть Было перемирие Были потом Проблемы с Падой Были проблемы С остальными ребятами Серьезные войны Нанимали наемников Делали то что нужно И по сути Удалось замирить Всех этих тварей Отогнать Венгерских В том числе И получить Хоть какую-то Передышку От этой Бесконечной войны Однако Она оказалась Недолгой На самом-то деле Вышло так Что Крит Да Такой остров Такая далекая территория Громадная территория Взбунтовался И получилось Это точно так же Как с Соединенными Штатами Америки В свое время Когда они взбунтовались Против Англии Загнали Венецианцы пошлины Не пошли на уступки И взбунтовалась колония Но Усмирить их Удалось Довольно-таки Трехтысячным Отрядом Наемников Взяли Наняли Пришли Усмирили Помогло конечно же В том Что бунтовщики Были разрознены Но Вот такое вот Случилось Хотя Территория была Неспокойной И дальше Нельзя сказать Что она превратилась Потом В какое-то Стабильное место Нет Несмотря на то Что казнили Основных представителей Благородных родов Несмотря на то Что все подавили Несмотря на то Что там Попытались Это все успокоить Все равно Ситуация продолжала Оставаться Напряженной И греки Недолюбливали И дальше Венецианцев Вот такой вот Момент Для Венеции Нехороший А у нас Все продолжает Зверство Черная смерть Вот какие Они на ущербы Приносят Однако Как я вижу У нас Миллион Семьдесят Две тысячи Совсем Неплохо Мы назад Вернулись Назад В будущее Как говорится О есть Вера истинная Должна быть Четко Обусловлена На нашем положении В католическом мире Ибо наш Папа Римский Ныне на престоле Руководит Всеми верными Сынами Западного мира И направляет Их на пути Истинные Ради борьбы С грехом Герическая смерть В бою Симона Будем помнить Долго Че ты занимаешь Я не могу понять Че они все занимают Че происходит Неужели Найм В городе А да По моему И в городе Что ли Найм Тоже за счет Этих ребят Блин Да 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 Друзья По моему Да Параша Честно Параша Это все Нанимайте Постоянно занимайте Теперь у нас Патриотическое рвение Низкой Дождь гиян Начнет портиться И пойдем Опять по всем Тем же стопам Когда нам придется Всех наших Полководцев Обнуленных Фактически Которые хоть Понемногу Начали Прощупывать Свет божий Которые начали Выползать Из своих Нор Хоть Понемногу Всех Их тоже Придется Выводить из городов И давить 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 Да То есть Как вы Поняли По поводу Венец Она пребывала В довольно таки Плачевном состоянии Под конец 14 века В колониях Были проблемы Но тем не менее Удалось им Заключить Мир с Генуей Они Договорились Там Взял Даже Милан Залог В 100 тысяч Флоринов С обоих сторон И Они договорились То есть Это был залогом Как в качестве Ненападения Договорились Венецианцы Не появляться В Азовском море В общем Ну и там Много других Вещей Тоже подписали Само собой Это в тот момент Когда они были Истощены Обе эти Державы Было бы Невыгодно Оба этих Города Республики Это было Невыгодно Для них Дальше Продолжать Враждовать И так Все было Не сильно Хорошо И так Все было Сложно Такой Вот Расклад Выявился На всех Полях Для Венеции И весьма Печальное Будущее Просматривалось В то время Как Лесов Толком Не стало Для Кораблестроения Далмация Напомню Она отошла К Венгрии В то время Как Города Итальянские Желали Своих Целей Добиваться В то время Как В других Областях В частности Турки Очень сильно Наседали Никакие Крестовые Походы Не могли С ними Справиться В то время Как Пытались Еще Кстати Сделать Крестовые Походы Но не Получилось Там Буквально Венеция Отмазалась Парой Галер Ну и Все В результате Дела Рассасывались Постоянно И К чему Не приводили Особо Конкретному Но Это В то же Самое Время То есть Безусловно Венеция Видела Бесперспективность Этих Всех Событий Поэтому Старалась Не вмешиваться Но Увы Это Также Не давало Никаких Дополнительных Бонусов Для восстановления Республики Это Продолжалась Такая Себе Оганизирующая Стагнация К сожалению Для Республики Безусловно Но Таков Исторический Факт Тут Как бы Никуда Не денешься И Что Уже Нем Плакать Безусловно Бедные Дожи Конечно Которые Были В то Время Снова Каждого Из них Постигала Разная Судьба Некоторые Просто Были Пешками У других Были Амбиции Некоторые Старались Примарафетиться Другие Украшали Город Третьи Вообще Отказывались От Управления И Являлись Лишь Марионеточными Фигурами Все Происходило И Вот Мы Под Конец 14 Века Пока Остановились В этой Серии Так Значит Значит Тяжелая Венецианская Пехота Это Хорошо Они Пробивают Броню Но Сами Они Скажем Так Не Блещут Особыми Навыками Нападения И Всех Таких Вещей И Защиты Так же Поэтому Увы 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 Да Ну Как Мне Говорили С самого Начала Прохождения Венецианцев Если Ты Берешь То Рассчитывай На То Что У тебя Будет Очень Ограниченные Силы Так Кого Ж Заказать Еще Просто Одна Ячейка Есть Опять Этих Ребят Давайте Опять Этих Ребят Почему Б Нет Они Дорого Стоят Но Пускай Армии Должны Тяжелыми Быть В частности Парадокс Но Я Легкими Армиями По сути Создал Эту Империю Которую Вы Видите На Карте Она Никак Уж Не Обязана Своим Существованием Практически Ни Одному Тяжелому Юниту И за Всю Историю Нашего Дела Было Совсем Мало Но Воевать Получилось Именно С тяжелыми Юнитами Врага Начиная С Византии И завершая Конечно же Хорезмом В который Я сам Бухнул Громадное Количество Денег Но Как Вы Видите Свой Эффект Это Оказало Монголы Остановились И теперь Фактически Они Перспектив Как таковых Не имеют Снова же И Снова же Я Теперь Могу Помогать Даже Этим Самым Монголам То есть Они Остановились Как раз На той Стадии Когда Доставляют Еще Определенные Неприятности Хорезму И я Со Очень Печально Было бы Неплохо Чтобы Они Сняли Осаду Либо Мы Нападем С этой Стороны Придется Наверное Выйти На помощь Нашим Ребятам Такие Юниты Нельзя Терять Реально Они Пригодятся А может Быть С этой Стороны Ой Далеко Не Дойдем Сбежит Сбежит Собака Вот этот Полководец Да какой он Полководец Кристиана Бундумир Ноль Ноль У него Всяких Качеств И эффектов Давайте Хотя бы Переобучим Я не вижу Перспектив В его Умениях И знаниях И особенно В его способности Удержать армию Как заметили Вообще Тех войнах О которых Я говорил Венеция Пользовалась Наемниками Очень часто В частности Потому что Собственное Население Было уже Не так Многочислено Но также Потому что Определенных Территорий Она Лишилась Которые Использовала Для Блин Сволочь Не добежал Как говорится Да Но сейчас Придется еще Подвезти войска И все таки Нападать И работать С этими Тварями И И Что я Хочу Сказать Да То есть Венеция Пользовалась Наемниками Компенсируя Этим Свои Вот такие Суходельческие Недостатки Такое Вот дело Как австрийское Княжество Вмешалось Тоже пыталось Свою часть Какую-то Забрать Но Австрийцам Кстати Дали по зубам Причем Солидно Дали по зубам Таким образом Венеция Смогла Отбить Интересы Смотрите Какие они Хитрые Они собирают Все больше И больше Войск Блин Автоматом Эту битву Не решишь Ну и на поле Боя Тоже Такой Риск Выходить Ибо Полководца Нет Мораль Там Вообще Нулевая Песк Песка Тачаль Просто Хотел Сказать Печаль Тоска Если Честно Так Вот Так 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 Вот Фигня Да Ого Вот это Я упустил Вот это Я занялся Совсем Другими Делами Совсем Проворонил Это Направление Я Так Не могу Понять Кто Мне Позволил Это Сделать И Почему Так Вышло Очень Очень Некрасивый Поступок Как Минимум Однозначно Безусловно Ладно Будем Тогда Компенсировать Это Все В Дальнейшем У нас Кстати Тут Паула Барба По-прежнему Сидит Авторитет Одна Звездочка Ну Блин Ну 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 Что За Мод Плюсь Но Играя Да Как Говорится Ну Что Дело Надо Довести До Конца Дело Тем более Интересное Весьма Я хочу Пощупать Брюхо Хорезма Которая Там В дальнейших Областях Лежит Ну Разберемся В этом Уже В следующий раз Продолжение следует